Всем добрый день, меня зовут Дмитрий. Сегодня мы поговорим о методах интерпретации графовых веточных нейронных сетей для предсказания молекулярных свойств. Мы начнем с того, что кратко и в общем виде напомним, что такое графовая нейросеть, потом разберем несколько методов и потом посмотрим применение одного из методов модели StructVibNN, которая предсказывает свойства липофильности. Граф описывается матрицей признаков. Каждая строчка соответствует вершине графа и также у нас есть АА, это матрица смежности. На каждом слое мы хотим аккумулировать информацию с соседних вершин в графе, примерно так же, как мы аккумулируем информацию в 2D свертке. И для этого мы... И также мы хотим еще сохранить информацию в самой вершине. Для этого мы к матрице смежности прививаем матрицу И, нормируем эту матрицу, умножим это на матрицу Х, матрица признаков, и на тренируемые веса W. И так у нас получается один слой графовой нейросети. Также существуют подходы, в которых мы аккумулируем информацию не у атомов, не у вершин графа, а у ребер. Теперь рассмотрим методы того, как мы будем это интерпретировать. Допустим, мы натренировали сеть, предсказывают молекулярные свойства. Тогда нам может быть интересно отследить механизмы, связывающие молекулярную структуру и свойства молекул. Первый метод — это адаптация метода интерпретации для обычной нейронной сети. И этот метод, начиная с последнего слоя, раскладывает выходящий сигнал на комбинацию входящих сигналов. И так происходит на каждом слое. И в итоге мы на изначальном изображении подсвечиваем те пиксели, которые имеют наибольший вес для предсказания данного класса. Здесь Relevance — это вклад RG, вклад G2 нейрона. Чтобы его определить, мы суммируем все RK, то есть все Relevance с следующего слоя. И мы каждый RK учитываем с определенным весом. Здесь VGK — это вес связи нейронов RIK. И вот здесь в данном случае приведена Epsilon — имплементация данного метода, потому что именно она используется в эксперименте. В этой статье авторы использовали этот метод LRP. Они тренировали нейросеть и предсказывать значение растворимости молекул в воде. И в эксперименте используется датасет из тысячи молекул. И с помощью LRP подсветили вклад каждого атома. Чем ярче цвет, тем больше вклад вносит атом. Красный цвет соответствует положительному вкладу в значение растворимости, а синий — отрицательным. На данных примерах можно видеть, что красным помечаются РОН-группы, а синим — повторяющиеся неполярные ароматические кольца и атомы углерода, расположенные в центре, что согласуется с логикой с точки зрения химии. Здесь представлен слайд с более подробным описанием значимых признаков. На таблице представлены вектора, соответствующие каждому атому. Среди признаков можно видеть, например, степень соответствующего атома. Здесь также отрицательный вклад присвоен длинной углеводородной цепочке, а положительный — OH-группу. Также авторы попробовали применить метод, основанный на изменения выходных данных. Этот метод может быть использован для картинок. Например, мы можем незначительно изменить значение пикселя и посмотреть, как изменится предсказываемый класс. Но в таких структурированных данных, как графовые, например, мы не можем просто удалить какое-нибудь ребро, не нарушая валидность химической структуры. И поэтому здесь используется, здесь не просто удаляются или добавляются ребра, а именно так, чтобы на каждом этапе оставалась химически валидная молекула. И смотрится, как изменяется значение скора. Вторая статья. Здесь также используется адаптация методов для обычных нейронных сетей. Первый метод — Contrastive Gradient Silence Map. Здесь наверху представлено... Пропрощение. Можно быстрый вопрос, пока мы далеко не ушли. Вот perturbation метод для молекул. Там для того, чтобы проверить, что молекула осталась химически валидной, это делалось через... Вручную. Вручную? Да. Понятно, спасибо. Здесь наверху представлена формулировка в изначальном виде, а внизу для графа нейросети, где xn — это матрица признаков для n-вершин. Это производная... yc — это скор для класса c перед применением слоя Softmax, а dx — это производная по входным данным. в данном случае по изображению, а здесь по графу. И это второй метод — класс Activation Mapping. И в отличие от предыдущего метода, этот метод определяет важные фичи не на первом... не на входных данных, а на последнем конволюционном слое перед Softmax. и эти слои, они имеют больше семантическое значение, например, лица на фотографиях. Здесь также слева представлена формулировка задачи для сверточных нейросетей, а справа — для графовых. Пусть fk — это у нас катая матрица признаков в последнем конволюционном слое, и мы применяем Global Average Pooling, и тогда score у нас для класса выглядит вот как по формуле 11. И теперь у нас вместо этого житого пикселя формулировки мы используем энту вершину. И здесь важно отметить, что такой метод он накладывает ограничения на используемую архитектуру, потому что последний слой должен быть эволюционным. а данная модификация метода она уже избавляет от такого недостатка, и здесь мы используем, то есть мы можем получить хитмат для любого слоя, не только для последнего. и поэтому в статье кроме оригинального применения еще используется усреднение по всем слоям как в формуле 16. И оно тоже сравнивается в экспериментах. Здесь были проведены три эксперимента с химическими данными на трех датасетах BBP, BASE и TOPS21 были натренированы графовые нейросети для задачи бинарной классификации. И дальше были применены все методы для интерпретации для каждого датасета, для каждой модели. Здесь коротко, датасеты ну, TOPS21 это токсичность, а первые два это? Первый это blood-brain barrier, это проникает ли молекула у человека барьер. А второй это что-то связанное с энзимами, по-моему. Просто у меня этот вопрос возник, потому что если я правильно понимаю, то есть, меня могут поправить, есть достаточно много разных датасетов. Ну, просто почему именно эти задачи? Не было указано? Ну, нет, просто указаний не было. Просто вот выбрали такие датасеты, привели вот их состав и вид архитектуры, который используется. также здесь приведены метки, которые, ну, то есть, спор, который получился на тренированных нейросетях. И дальше использовались методы интерпретации. Вот здесь можно видеть, что в каждом ряду расположена одна и та же молекула. И для каждого метода есть две картинки. одна картинка подсвечивает важные признаки для класса 0, а вторая для класса 1. И вот здесь можно видеть, что разные методы, они ведут себя по-разному. Например, вот ингредиент, он для разных классов подсвечивает по сути одни и те же молекулы, то есть атомы. например, CAM он наоборот очень контрастные предсказания делает. Вот здесь на примере конкретных этих двух молекул сейчас будет лучше видно. Вот это первый метод. Ну и здесь для остальных полетов очень много. Ну из этих картин можно видеть, что результаты у различных методов довольно разные, и поэтому хотелось бы понять, как-то сравнивать эти методы, и поэтому авторы предложили ввести три метрики для оценки качества интерпретации. первое это fidelity, она основана на той идее, что если убрать из данных те атомы, у которых высокая значимость, то score должен сильно поменяться, и поэтому убрали все атомы, у которых важность больше одной сотой. Контрастивити это то, она основана на идее, что для разных классов вообще должны подсвечиваться разные важные признаки, и она определяется как расстояние хемминга между бинаризованными признаками, например, здесь это можно видеть, вот у этой молекулы, у нее есть в верхней строчке подсвечены важные признаки для одного класса и для второго, дальше их бинаризовали, и взяли между этими строками расстояния хемминга и поделили на количество идентифицированных важных атомов, в данном случае их 14, и последняя метрика это спарсити, она важна для больших графов, это единица минус количество значимых атомов для обоих классов, деленное на общее количество атомов в графе, ну вот здесь представлена сводная таблица с оценкой разных методов, и в частности в статье сказано, что контраст градиент имеет низкую метрику контрастности, что в принципе было видно о предыдущих картинках, и поэтому он не подходит для объяснения задач классификации. Также авторы провели анализ того, какие подструктуры встречаются чаще остальных в подсвеченных графах. Сначала были выделены все связанные компоненты, которые в молекуле, во всех молекулах датасета, которые порождены вершинами с активацией, ну, больше нуля. И дальше было ощутимо, как часто подграф встречается среди выделенных компонентов связанности. Среди молекул с позитивным, н н это негативное. и вот эти величины R, они представляют то, насколько данный подграф превалирует в конкретной группе. То есть R, P это то, насколько данный подграф превалирует в группе, которая объясняет положительный класс, а это отрицательный класс. следующий метод. А можно вопрос, пожалуйста? Как они вот эти структуры получили? Я что-то пропустила. Вот они получили вот какие-то подсвеченные вершины. Допустим, они взяли молекулы, у нее есть подсвеченные атомы. Они взяли связанный подграф, порожденный данными атомами, которые подсвечены. А, хорошо. И так сделали для каждой молекулы. Понятно, спасибо. А можно еще спросить про метрики вот эти? Вот первое Fidelity, там вот если убрать из данных театра, которые сильно влияют, то скор меняется. В смысле убрать? Можно чуть подробнее, пожалуйста? Ну вот, я не знаю. Вот так написано. Ну, то есть скрыть, видимо, ноды, может быть, признаки, у них, маска, может быть, матрица признаков. Ну, если я правильно понимаю, это, видимо, ну, то есть мы убираем какие-то атомы, превращая одну молекулу в другую, да? Ну, возможно, да. Вот. И, если эти атомы были, ну, то есть, если присутствие этих атомов делало молекулу критичной для решения конкретной задачи, то, по идее, скорбь после изменения этого графа должен поменяться. Ну, да. Ну, мы, получается, получаем совсем другие молекулы, если выбираем. Да. Ну, я так понимаю, что да. Ну, вот, мне тоже так показалось, поэтому я решила уточнить. Следующий метод GML Explaner, он основан на той идее, чтобы определить наиболее значимые вершины в графе и наиболее значимые признаки в вершинах. И здесь тоже мы накладываем на признаки, на вершины маски, которые мы оптимизируем с помощью брегентного спуска. графа. Мы хотим выделить такой подграф G.S. с матрицей признаков X.S., чтобы максимизировать это первое выражение, это разница между энтропией предсказания класса Y для всего графа и для выделения подграфа. Поскольку у нас модель не тренирована и первое слагаемое это константа, то мы можем перейти к второму выражению и хотим минимизировать условную энтропию то есть для конкретного для какого-то подграфа G.S. И здесь мы также ограничиваем подграф каким-то сверху каким-то количеством вершин это гиперпараметр и также ограничиваем степень каждой вершины в подграфе. и дальше авторы предлагают представить подграф который мы хотим выделить как случайную величину определенную на множестве G и перейти то есть на множестве графов и перейти к формулировке 3 и мы можем оценить это сверху с помощью неравенства Йенсена получить 4 здесь правда они сразу отмечают то что на практике это не всегда корректный переход но у них в экспериментах получается хороший результат и поэтому почему нет дальше в статье предлагается оценить распределение которое используется для случайной величины как многомерное распределение вернули для ребер графа и также здесь делается переход от условной энтропии кросс энтропии получаем уравнение 5 мы здесь заменили еще мат ожидания по графу на матрицу на маске мы теперь вот этот можем оптимизировать с помощью градиентного спуска и все это была формульографка для задачи которая предсказывает класс вершины по окружению в графе но также авторы пишут что можно использовать эту задачу для классификации всего графа для этого вот уравнение 5 нужно матрицу смежности заменить на объединение всех матриц смежности в графе для всех решений сейчас попробую сформулировать вопрос то есть случайно мы рассматриваем граф как случайную причину и моделируем его через распределение вернулия ну под граф который мы хотим выделить то есть у нас есть сейчас у нас есть граф мы как бы накладываем ну да да мы перебираем варианты но поскольку этих графов очень много то мы как бы накладываем сверху какое-то ограничение на размер чтобы успорить решение задачи да я поняла серый мой вопрос был откуда мы задаем количество вершин поскольку если нам только ребра то у нас должен быть какой-то вершин через на которых мы эти ребра выбираем но я поняла если это получается вершин собственно исходный молекул исходного графа окей спасибо и вот в этой статье был также проведен эксперимент по монтагеннице и здесь вот сравнивая с данными это с двумя остальными и также приведена логика с точки зрения химии ну и видно что вот получается довольно хороший результат у этого метода также мы еще это мы сейчас говорили про выделение под графом мы также можем еще добавить выделение признаков для этого нам еще тоже нужно ввести для матрицы признаков xs фичи selection f который будет скрывать часть признаков и он тоже обучается и первоначальная задача которая была уравнение 1 она теперь звучит как уравнение 7 вот и здесь приведем пример что для данной молекулы вот генн explainer выделил вот такие признаки важными ну а остальные не справились следующий метод он основан на той идее что выкидывать что-то из графа и смотреть как изменится скорбь это не всегда хорошая идея потому что могут получиться очень странные вещи вот здесь например показано что некоторые методы они для предсказания клики то есть они выделяют самым важным признаком какое-нибудь ребро например 8.4 на клики которая не является частью клики и делается предположение о том что так происходит потому что граф то есть графа нейросеть она тренировалась только на связанных графах и когда мы удаляем какое-то ребро в данном случае 8.4 мы получаем несвязанный граф и такую модель никогда не видела и поэтому она делает какие-то еще странные выводы и поэтому авторы говорят что нужно использовать данные только из-за распределения которое было в тренировочном бетасете предлагаемый метод стремится найти сходство в графах с одинаковыми классами и различия между графами различных классов тогда нам необходимо ввести метрику сходства между графами ну или другими словами расстояние между графами в данной статье предлагается сравнивать графы в пространстве вложений то есть имбединге используется метрика оптимал транспорт дистанц вот примерно на картинке 2 каждая нода имеет вес так чтобы в сумме по всем вершинам графа была единица далее необходимо чтобы вот у нас есть первый граф который слева от черты и целевой граф в середине и мы хотим чтобы каждая нода первого графа перенесла свой вес во второй граф причем у вершин второго графа есть максимальная вместимость вот здесь одно и второе поменьше стоимость перемещения это перемещаемый вес умноженный на расстояние между вершинами который измеряется как L2 расстояние между имбедингами вершин вот например на рисунке 2 нода 2 и нода 4 они помечены одним цветом то есть они имеют одинаковые имбединги и поэтому та часть которая переходит с 2 в 4 она по сути переходит с нулевым весом здесь можно видеть что у вершины одинаковый вес то есть равномерное распределение весов допустим у нас есть два фиксированных графа и если мы теперь хотим снизить оптимальное расстояние между двумя графами то мы в первом графе вершинам которые не имеют пара в целевом графе присвоим меньше вес если же мы наоборот хотим максимизировать оптимальное расстояние между двумя фиксированными графами то маленький вес мы присвоим вершинам имеющим пары в целевом графе это нас приводит к тому что если мы одновременно будем пытаться увеличить оптимал транспорт дистанц до графов такого же класса минимизировать оптимал транспорт дистанц для графов другого класса то те вершины которые имеют низкий вес они будут принципиально важными и это формулируется то есть задача оптимизации формулируется уравнение 1 здесь первое слагаемое это среднее расстояние до k схожих графов но с другим классом здесь вот зачеркнуто равенство k в данном случае тоже гиперпараметр то есть мы сами выбираем сколько графов используют для обучения второе слагаемое это среднее расстояние до k схожих графов с тем же классом вот слагаемые они ниже и третье слагаемое это расстояние между вот выделяемым под графом с равномерными весами и им же самим с какими-то другими весами v это как бы нужно для того чтобы это как слагаемое для регуляризации чтобы штрафовать слишком сильный уход от равномерных весов на вершинах также здесь использовался бета-шет с мотогенностью и вот можно видеть слева молекулы вот посередине это молекулы с таким же классом похожие графы с похожей структурой но с другим классом а справа графы с похожей структурой но с другим классом и данный метод он идентифицирует NO2 группу как наиболее важную для мотогенности что согласуется с теорией и второй признак который он делает это вот зеленый а и вот утверждается что оба этих признака встречается только в молекулы которые принадлежат мотогенному классу следующий метод здесь предлагается натренировать генератор который будет производить граф максимизирующий вероятность того что он будет принадлежать определенному классу кроме того необходимо ввести определенные правила которым должен соответствовать граф например это может быть проверка валентности атмосфер в случае молекулы здесь вот сверху написано задача что мы хотим сгенерировать такой граф уже со звездочкой чтобы максимизировать его вероятность приближать классу c и генератор g theta вот уравнение 3 он производит граф шаг за шагом и вот здесь показан один из шагов на данной картинке на шаге t плюс 1 он принимает граф сгенерированным на предыдущем шаге который представлен в виде матрицы x и матриц смежности а и поскольку это сгенерирование графа на gt плюс 1 на основе gt эта задача не дифференцирована и поэтому она формулируется в данной статье как задача подключения с подкреплением и представим что нам доступно на шаге t плюс 1 вот мы хотим этот граф расширить здесь он расширяется у нас есть вершины кандидаты которые мы можем добавить граф мы к изначальной матрице которая была размером 4 мы добавляем туда все три вершины и также мы расширяем матрицу смежности но мы не то есть у нас нет нигде ребер мы это прогоняем через слой графа нейросети то есть через генератор получаем какую-то новую матрицу признаков и с помощью ее мы с помощью слоя нейросети то есть с помощью перститрона мы предсказываем вот мы получили граф с крышкой синий мы предсказываем дальше мы к этому крышку применяем слой нейросети берем софтмакс мы получаем распределение вершин которые мы можем добавить на данный шаг мы дальше сэмплируем какую-то вершину из этого распределения в уравнении 6 это видно мы здесь вероятность еще учитываем то есть мы накладываем маски потому что мы на первом шаге мы можем выбрать вершин которые лежат вне граф первые качестве лосс функции используется такая функция как уровне 9 здесь lc е это кросс энтропия rt это награда на шаге t она расписана в равном 10 состоит из двух частей rtf от gt плюс 1 это предсказанная вероятность класса c изначально сетью минус уровне 11 минус единица на количество классов и на каждом шаге мы используем как предсказанную вероятность для графа так и учитываем вероятность принадлежать к данному классу каких-то графов которые каких-то финальных графов которые будут получены из данного с применением rollout мы и м у нас тоже это гипер параметра цены красный применяем rollout чтобы достроить данный граф для какого-то финального графа вот так же еще уравнение 12 у нас есть третья часть ртр это оценка это награда за правильность графа авторы предложили такой подход для упрощения что между двумя вершинами может быть только одно ребро и второе правило что генерированный граф не может содержать больше ребер чем какое-то заданное число тоже гипер параметр здесь еще раз логаритм значит определяем моды кандидаты которые можем добавлять задаем максимальное количество шагов генератора и количество rollout на каждом шаге задаем изначальное состояние пункт 3 то есть начальный граф допустим это может быть какая-то вершина только одно и в течение шагов мы присоединяем к текущему графу вершины кандидаты с помощью генератора получаем вероятности добавляем какое-то ребро полученный граф депресс 1 мы оцениваем с помощью уже на тренированной нашей нейросети получаем от нее вероятность принадлежать классу то есть считаем награду и обновляем генератор если награда была отрицательная то мы на данном шаге откатываемся к предыдущему графу то есть не применяем добавление ребра здесь также использовался это сет вот так и здесь авторы отмечают что результаты не обязательно являются реальными химическими соединениями потому что они использовали простые правила они использовали только правила для валентности атмос то есть что не может быть у вершины инцидентных ребер больше чем у нее валентность и более никаких сложных химических проверок они не добавляли и первая строчка здесь показывает вариант для не мутагенного класса а вторая для мутагенного качестве стартовой вершины здесь они использовали атом углерода под графом указан изначальный атом из которого генерал вероятности принадлежать к классу и здесь можно увидеть что мутагеном классе присутствует м2 и углеродные функции также они экспериментировали с различными натянными атомами и вот здесь для каждого графа указан под ним и изначальный атом из которого генерал сыграл и также на этой картинке еще было условие что размер не может превышать следующий метод это статья которая вообще-то не по методу визуализации а про архитектуру дмп нм но у них в гитхаб-репозитория лежит под для интерпретации их архитектуры и результат его применения выглядит вот так у нас есть молекулы дата-сета для них есть скор во втором столбике дальше какие-то выделенные под структуры и скор для под структуры и здесь алгоритм он в чем-то похож на подход из предыдущей статьи только если там мы генерировали граф с нуля как бы с одной повершины пока не дойдем до какого-то максимального размера здесь мы делаем наоборот мы из каждой молекулы выкидываем ребра вы какие-то связи до тех пор пока не достигнем минимальный размер и пока у нас выполняется условия на разницу вскоре для самой молекулы и под структурой и для этого используется алгоритм on the carl to research и вначале здесь мы определяем как бы нам нужно чтобы на каждом шаге у нас была валидная молекула и поэтому мы не можем удалять элемент кольца поэтому мы здесь удаляем сразу то есть либо от связи которые не принадлежат кольцам либо какие-то кольца целиком здесь нода в данном случае это корневая нода это молекул для которой мы хотим сделать интерпретацию когда у этой ноды есть ее скор предсказанная нейросетью есть w это сумма всех скорых дочерних нод и n это количество посещений когда алгоритм заходит в вершину он проверяет достаточно ли количество атомов чтобы можно было спускаться ниже если да то он спускается ниже и вот все эти вершины они на методе backpropagation обновляются чтобы из вершины выбрать какую какую под структуру выбрать данные молекулы мы это делаем с помощью такого уравнения берем прогмакс от выражения в данном случае а это просто дочерние ноды па это скоро ноды а в а ума всех скорых дочерних нод ноды а количество посещений и маленькая n это количество посещений всех допустим всех вот этих нод на одном слое c это коэффициент исследования среды алгоритм заходит до подструктуру которую он еще ни разу не посещал находит все возможные элементы внутри неё которые можно удалить если такие есть он что-то удаляет спускается ниже когда он доходит до структуры из которой уже ничего нельзя удалить он делает backpropagation обновлять все значения и так происходит для каждой молекулы в дата сете и заданное количество роллаутов но в данном случае для больших молекул которые больше 50 атомов роллаут состоится единица и все пройденные структуры у молекулы в процессе такого поиска они добавляются в словарь далее из словаря выбираются все структуры размер которых минимален то есть берется минимум из этих минимальных структур берется так у которой наименьшая разница скоро с оригинальной молекулы теперь мы поговорим про здесь показана его архитектура в старой версии идея в том что у нас есть несколько инкодеров в данном случае их два которые кодируют смартфон для молекулы в какой-то эмбэдинг здесь можно видеть что один из эмбэдеров это как раз dnpnm то есть метод из статьи из предыдущей статьи и уже и для этого эмбэдинга фид-форвард слой он предсказывает значение log p или log d в зависимости от дата-сета и сейчас мы применили этой модели метод который я рассказал на предыдущем слайде мы пока еще в процессе понимание того насколько он адекватно интерпретирует модель и можно сделать обобщение из этой интерпретации на несколько пунктов можно прокомментировать например мы натренировали модель на д-сете для log d и в качестве тестового выбора у нас было 416 молекул из них до 381 алгоритм смог выделить структуры мы сделали визуализацию пар молекулы и под структуры и log d он изменяется в дата-сете от 0 до 500 средний здесь видно что молекулы которые увеличаются по размеру сильно они также значительно отличаются по скорой поэтому мы хотели проверить а если такие молекулы для которых выделены под структуры значительно меньше но очень близки по скорую мы построили распределение в разнице скоров и размеров чтобы использовать чтобы выбирать какие-то пороги для отсечения и вот у нас получилось выделить 29 молекул из дата-сета которые различаются более чем на 25 атомов в размере но при этом скорбит структур и его разница с оригинальным молекулами она не превышается единицы для log d и также мы захотели посмотреть а как себя ведут под структуры в векторном пространстве для этого мы посчитали два расстояния между эмбейдингом молекулы и под структурой и отсортировали по вырастанию вот здесь видно что на парах с коотчайшим расстоянием под структуры по размеру очень близки к оригинальным молекулам а вот для пар с большим расстоянием как раз наоборот по структуре очень мало далее мы захотели проверить что возможно этот метод интерпретации он из всего разнообразного пространства молекул выделяет какие-то главные общие паттерны общие под структуры которые имеют максимальное значение при предсказании свойств лифофильности для этого мы сократили эмбейдинги которые имеют размерность 1895 помощью метода tsmg здесь красным помечены структуры а зеленым сами молекулы и с синей связи помечена пара соответствующих молекул и по структур здесь можно увидеть что у нас для красных точек то есть для структур есть какие-то кластеры если их с помощью дебискана пластеризовать и посмотреть что находится внутри и там вот здесь например несколько кластеров там действительно находятся одинаковые как структуры то есть вот это кластер 3 с зеленым помечением здесь вот для молекул выделяется практически одна и та же структура только вот здесь например вторая структура и для также другой кластер 5 здесь тоже для разных молекул выделяется одна и та же структура и кластер 7 и нам пока на данном этапе еще нужно проверить насколько это соответствие кластеров и структур изначально молекулам адекватно я пока еще на сто процентов не уверен ну и здесь еще один момент который мы заметили это то как распределен процент ароматических связей по структурах в большинстве вот красно-конечные структуры и большинстве структура отоплательная 6-6 процентов на этом все спасибо появились у кого-то еще какие-нибудь вопросы или комментарии а можно пожалуйста вопрос вашим методом можно выделять только одну молекулу или вы для каждой молекулы выделяли много под структуру только одну да а нельзя как-то брать по несколько под структуру анализировать ну вот смотрите этот метод он когда делают проход он вот корень это изначально молекулы он вот проходит по всем вершинам все эти вершины он добавляет в словарь а потом когда он пройдется так заданное количество рулаутов он из этого словаря уже как бы отбирает структуру исходя там из размера из спора ну вот если поменять как бы условия пусть там он выбирает самую там маленькую опять самых маленьких и там с какой-то другой разницы в общем можно так подкрутить гипер параметры что он будет выделять несколько а почему именно выбирается самая маленькая мы не можем выбирать самую большую самый большой эпид фрагмент в молекуле и ну смотрите здесь он не просто выбирается самый маленький он еще выбирается с тем условием чтобы была разница вскоре то есть небольшая то есть есть какая-то фиксированная разница которая допускается и допустим мы под структуры выкидываем какую-то связь и эта связь не очень сильно влияет как бы на предсказания липофильности и это как бы это именно то что нам нужно то есть мы хотим из всего большого графа вы его очистить от шума грубо говоря выделить самую важную часть она может быть очень большая вот например вот здесь видно что алгоритм он пытался что-то выделить он наверное пошел дальше но у него уже слишком сильно видимо различался там спор и поэтому у него здесь под труктуры они не очень сильно отличаются от изначально по лету но если он может себе позволить выделить что-то меньше то он это делает спасибо